Добрый день, уважаемые коллеги! Если слышно и видно презентацию, пожалуйста, нажмите в чате «плюс». Рада всех приветствовать! Сегодня у нас состоится онлайн-тренинг по теме «Формирование корпоративной культуры непрерывного совершенствования деятельности образовательной организации». Коллеги, слышно и видно презентацию? Не совсем поняла ваш ответ. Если слышно и видно, напишите, пожалуйста, в чате «плюс». Спасибо, Юлия. Спасибо, коллеги. Спасибо большое за подключение. Надеюсь, наша встреча сегодня с вами будет продуктивной. И чтобы действительно был результат по итогам нашей сегодняшней онлайн-встречи, приглашаю вас активно принимать участие, отвечать на вопросы в чате или включать микрофон, задавать вопросы всем спикерам, которые сегодня будут на встрече с вами. Сегодня мы с вами рассмотрим понятие корпоративной культуры, ее компоненты, методы и инструменты, а также посмотрим корпоративную культуру в контексте бережливой школы, факторы успеха и проблемы в реализации бережливых проектов, а также рассмотрим алгоритмы влечения педагогов в корпоративную культуру непрерывного совершенствования деятельности. А также с вами по завершению вебинара поговорим о ближайших образовательных событиях, и у вас есть возможность задать вопросы коллегам по тем актуальным темам, которые сейчас для вас в первую очередь важны. Итак, коллеги, напишите, пожалуйста, в чате, что такое корпоративная культура в вашем понимании. Как вы понимаете корпоративную культуру образовательной организации? Напишите, пожалуйста, в чате. Пока мы ждем ваши ответы, напоминаю, что по итогам вебинара, запланированного институтом, у вас есть возможность получить сертификат участника, если по итогам вебинара вы пройдете по регистрационной форме и ответите правильно на все вопросы, которые есть в этой форме. Спасибо, коллеги, вижу ваши ответы. Надежда, общая идея, которая всеми движет. Отлично. Коллеги, что еще вы понимаете под корпоративную культуру? Пишите, пожалуйста, в чате. Но сегодня мы с вами поговорим о корпоративной культуре именно непрерывного совершенствования деятельности образовательной организации. Хорошо. Модель поведения с коллегами. Отлично. Спасибо. Итак, понимают под корпоративной культурой – это закрепившаяся в организации система ценностей, норм, образцов поведения, как вы писали, которая выражается в материальных предметах, в социальных отношениях, пронизывающих все формы жизнедеятельности и формирующие чувство принадлежности к ней. Ну что же такое система непрерывных улучшений, в аспекте которой мы сегодня говорим о корпоративной культуре? Коллеги, спасибо. Это взаимоотношения в коллективе, конечно. Но так как мы с вами реализуем бережливые проекты в образовательной организации, у нас с вами меняется и корпоративная культура. Что же такое система непрерывных улучшений? Как вы знаете, есть такое понятие с японского «кайдзен» обозначает непрерывное, постоянное улучшение деятельности, целью увлечения ценности и уменьшения потерь. То, над чем мы с вами работаем в рамках бережливых проектов. Так вот, систему непрерывных улучшений представляют в виде модели операционной эффективности, куда входят три базовых модуля. Три модуля, в которые входит и как раз культура, формирование культуры непрерывных улучшений. Ее составляющими являются клиентоориентированность, лидерство, командная работа, вовлеченность и эффективные коммуникации. Сегодня мы с вами очень подробно посмотрим практику формирования корпоративной культуры в образовательных организациях, какие возникают проблемы, что нас двигает к успеху в рамках бережливых проектов. Следующий компонент модели – это система непрерывных улучшений, которая предполагает целеполагание на всех уровнях, процессное и проектное управление, распределение ролей и ответственности, а также мотивацию на основе тех показателей, которые мы с вами планируем, и учет и решение проблем. Следующий составляющий, следующий модуль модели операционной эффективности – это процессы. Повышение эффективности процессов, что предполагает оптимизацию потоков и операций, оптимизацию пространства, эффективное управление оборудованием, эффективное управление компетенциями и стандартизированная работа. То есть то, как раз, что мы с вами и реализуем в рамках бережливых проектов. Еще раз остановлюсь на блоке «Культура», формирование культуры непрерывных улучшений в образовательной организации. И хочу отметить, что важным фактором постоянного развития любой организации, в том числе и образовательной, это важным фактором является вовлечение и руководителей, и всех сотрудников в данный процесс, процесс непрерывных улучшений. Поэтому развитие корпоративной культуры, лидерства, командной работы, лояльности сотрудников – это все те элементы, которые входят в блок «Культура» и которым необходимо уделять основное внимание при развитии системы непрерывных улучшений. Коллеги, какие у вас есть предложения, идеи, то, что вы внедряете у себя в рамках корпоративной культуры в образовательной организации, пишите, пожалуйста, в чате. Давайте обменяемся с вами успехами, идеями по формированию корпоративной культуры в рамках внедрения бережливых инструментов. Что же предполагает, как я уже отметила, при формировании корпоративной культуры – это вовлечение всех сотрудников в процесс улучшения. Напишите, пожалуйста, в чате, каким образом вы вовлекаете сотрудников в процессы улучшения. С помощью каких рычагов, способов мотивации и так далее. Сегодня мы в завершении вебинара как раз поговорим о мотивации, о стимулировании сотрудников по вовлечению в бережливые проекты, в улучшение процессов. Напишите, пожалуйста, в чате, каким образом вы вовлекаете сотрудников в проекты, какой у вас есть опыт положительный, может быть, с какими вы проблемами сталкивались. Напишите, пожалуйста, в чате. Итак, главной целью формирования корпоративной культуры непрерывного совершенствования – это вовлечение всех сотрудников. Каким образом? Вы сейчас напишите в чате. Вижу уже ответы. Различные методы мотивации. Может быть, вы конкретизируете, какие именно методы мотивирования. И здесь перед вами на слайде также представлены инструменты достижения этой цели. Это изучение потребностей наших с вами потребителей, методы реагирования, развитие внутренней клиента ориентированности, эффективные практики лидера. Лидера в образовательной организации – это может быть лидер как руководитель, так и лидер – это тот, кто является руководителем лин-команды. Вовлечение сотрудников через подачу предложений по улучшениям, о которых мы с вами говорим практически на каждой встрече, о том, что очень важно стимулировать педагогических работников на предложения по улучшению, то есть когда они видят какие-то проблемы, западающие моменты в процессе, необходимо обратить внимание на эту проблему и предложить решение по ее устранению. Далее инструментом может быть организация работы межфункциональных групп для решения проблем, так называемое понятие пришло к нам в кружке качества, пришло из производства из компании Toyota. Кроме того, инструментом может быть методика оценки реализации предложений по улучшениям и инструменты постоянного развития персонала. Итак, я вижу использование мозгового штурма с целью вовлечения сотрудников. Спасибо. А также КТД. Пожалуйста, расшифруйте. Приветствую коллеги и вас, те, кто подключился к нам сейчас. А мы идем дальше. Итак, из каких компонентов состоит культура? Это в первую очередь миссия, среда и символы, ценности, самоидентификация, лидерство и корпоративный стиль. Еще хочу отметить, что вижу ответ. Коллективное творческое дело. Отлично. Спасибо. Спасибо, что активно работаете во время вебинара. Итак, хочу еще также отметить, что в структуре корпоративной культуры, как вы, наверное, помните, выделяет два уровня. Это так называемые артефакты, поверхностный уровень, который виден всем, и глубинные, это те ценности организации, в том числе образовательной организации, которые несут все члены коллектива. В первый уровень включает в себя внешний вид здания, помещения, прилегающие территории, внешний вид сотрудников, наличие особого стиля, организации, логотипы, символика, различное поведение сотрудников, система коммуникаций, информационный обмен, и те документы, которые официально закрепляют, отражают отдельные аспекты корпоративной культуры. Это устав, да, и так далее. Что же касается элементов второго уровня, это миссия организации, принципы деятельности организации, история, какие-то мифы, легенды, ритуалы, традиции, условия труда, ценности организации, а также, конечно, стратегия развития. Вот то, о чем мы с вами говорим, это все составляющие корпоративной культуры, и, конечно же, в целом, работа по оптимизации культуры организации весьма трудоемка, многоаспектна, длительный этот процесс, и требует постоянного внимания со стороны руководства. И требуется, конечно, разработка программы, развития корпоративной культуры, в которой будут отражены цели и задачи планируемых преобразований, объекты, субъекты, то есть те ответственные за реализацию мероприятий по развитию корпоративной культуры, конкретные мероприятия, и, конечно же, указания сроков, которым необходимо придерживаться для достижения этих результатов. Но так как мы с вами говорим о корпоративной культуре непрерывного совершенствования, непрерывных улучшений, то здесь важно отметить, что традиционный взгляд на корпоративную культуру предполагал и предполагает где-то, да, при решении или выявлении проблем, при возникновении такой ситуации поиск причины традиционно звучит следующим образом, да, кто виноват, допустим, пять кто, да, кто там задействован в этом процессе, тот и виноват, кто несет ответственность, тот и виноват и так далее. Но мы с вами переходим на бережливое производство в образовании, и здесь важным первым шагом в процессе непрерывного совершенствования является выявление проблем. Первым шагом в совершенствовании это выявление проблем. И мы с вами уже используем взгляд компании Toyota, взгляд на решение проблемы, мы задаем с вами вопросы, почему, то есть подход у нас с вами бережливый, опять почему. И есть еще сравнение традиционного взгляда на проблемы, где мы традиционно ранее смотрели на проблему, в чем проблема, кто, да, кто виноват, то здесь мы уже смотрим на проблему, как отклонение от какого-то стандарта, который у нас с вами есть, и которого хотелось бы придерживаться, и мы это отслеживаем благодаря мониторингу, и смотрим на возникновение проблемы, как на отклонение от стандарта. Коллеги, какие у вас возникают вопросы, пожалуйста, пишите в чате. И вот хочу обратить ваше внимание, что про систему непрерывного совершенствования, непрерывных улучшений на производстве, в частности, вот компании Toyota, можно ознакомиться в книге, которая представлена у вас на слайде. И там же представлен метод, направлен на то, чтобы стратегические цели обеспечивали реальные улучшения в операционной деятельности компании на всех уровнях. Есть такой метод Хасин-Канри. С ним можно как раз ознакомиться в этой книге. Хочу еще раз отметить о том, что в чем как бы идея системы непрерывных улучшений. Любое предприятие, в том числе и образовательная организация, прилагает усилия в направлении улучшений, сокращению затрат, повышение производительности, снижение каких-то ошибок. И все инициативы, как правило, исходят от руководителя или инициативной группы, но существует сопротивление, отсутствие активной поддержки на различных уровнях. И это выражено в отсутствии или незначительном количестве предложений по повышению эффективности. Чем это обусловлено? Руководитель не всегда владеет информацией о проблемах в процессах. Любые усилия без поддержки большого количества сотрудников, вовлеченных в этот процесс, как правило, неэффективны. И существует то, что усилия наоборот противоположны достижению целей. Что необходимо предпринимать? В данной ситуации изменить, конечно же, вектор инициативы. Предложение и обозначение проблем должно идти от самих сотрудников образовательной организации, от педагогических работников, от тех сотрудников, кто является владельцем того или иного процесса, от руководителей лин-проекта, лин-команды. И затем определить как раз и в рамках бережливого проекта лидеров, руководителей лин-команды, к мнению которых будут прислушиваться другие сотрудники, задействованные на этом проекте. В дальнейшем определить цели, которые будут являться целями и лидеров, и руководителя, и которые будут идеи исходить от самих сотрудников, вовлеченных в этот процесс. И таким образом, чем больше мы вовлекаем сотрудников в процесс улучшений, обеспечивается необходимое и количество решений для достижения цели, выявляем те потери, которые были ранее не видны, или проблемы. и таким образом уже идет целеполагание, постановка задач не от руководителя, а идет инициатива и от сотрудников, и они более мотивированы на постановку целей и обеспечение их достижений. Коллеги, какие у вас есть вопросы по тому, что мы с вами рассмотрели, или какие есть у вас уже пути, способы вовлечения, пишите, пожалуйста, в чате. Поделитесь своим опытом реализации бережливых проектов. Напишите в чате или вы можете включить микрофон для того, чтобы поделиться своим опытом формирования или развития корпоративной культуры непрерывного совершенствования деятельности конкретных процессов в целом образовательной организации, с какими трудностями может быть вы сталкиваетесь. У вас есть возможность сегодня в рамках нашей встречи задавать вопросы и писать свои предложения и идеи в чате. Я сейчас передам слово нашему следующему спикеру Булатовой Ксении Константиновне, заместителю директора школы начальной школы детского сада номер 33 города Юрга. Добрый день. Добрый день. Я загружу вашу презентацию. Коллеги, все материалы будут размещены на странице Центра бережливых технологий, а также на главной странице института в итогах мероприятия. Сейчас я передам вам право, чтобы вы листали свою презентацию. Коллеги, очень прошу вас активно включаться в работу и писать в чате. Ксения Константиновна, попробуйте листать презентацию. Да, да, все вижу. Передаю вам слово, пожалуйста. Все, спасибо большое, Елена Николаевна. Еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня наше учреждение хотелось бы поделиться тем, возможно, не совсем значительным опытом, так как мы с бережливыми технологиями знакомы чуть больше года, но с 2020 года наше учреждение стало ресурсным центром по внедрению и использованию бережливых технологий в образовании именно в городе Юрга. За незначительный период существования бережливого центра в нашем учреждении было реализовано 6 линпроектов. В городе под консультированием бережливого центра реализованы 24 педагогических проекта. В следствии этого на базе нашего учреждения организовывались уже неоднократные городские семинары по бережливым технологиям, проводятся индивидуальные и подгрупповые консультирования и наш опыт очень частного представляемого заседания городских советов при главе города. Поэтому одним из необходимых хотя и недостаточных условий функционирования нашего ресурсного центра по бережливым технологиям является для нас наличие соответствующего типа корпоративной культуры, а именно культуры направленной на постоянное улучшение и совершенствование. Ну хотелось бы начать со следующего, что мы можем достаточно быстро навести порядок на рабочем месте, сделав его более удобным, привлекательным, можем составить регламенты и положения в духе лин. Более того, мы можем жесткими мерами иногда заставить некоторое время сотрудников этих правил регламентироваться. Но вот чего сделать труднее всего, так это сформировать в учреждении новую корпоративную культуру. Фундаментальные регламенты, делающие их выполнение не формальным, а реальным. Дело в том, что корпоративная культура подобно нижней части айсберга является основанием, и не укрепив которые, бережливые учреждения невозможно построить в принципе. Корпоративная культура в контексте бережливая школа это культура воспитания всего коллектива посредством методов и инструментов лин. для непрерывного совершенствования потока создания ценности при качественном образовании. Бережливая школа очень часто воспринимается исключительно как набор инструментов, направленные на снижение потерь в потоке создания ценности. Такое определение в нашем понимании верно лишь отчасти и затрагивает чрезвычайно узкое понимание. Для нас, для нашего же учреждения бережливая школа это прежде всего корпоративная культура непрерывного совершенствования основанная на вовлечении сотрудников в процесс поиска, анализа, решения и предотвращения проблем. Корпоративная культура это неформальный элемент организации. Нельзя написать корпоративный кодекс и заставить его соблюдать. Именно набор неформально разделяемых представлений сотрудников формирует корпоративную культуру. Процесс трансформации культурного пространства учреждения начинается с лидерства. Именно лидер это может быть директор руководитель является источником культурологических основ учреждения. Он определяет те правила представления нормы поведения которые будут транслироваться по организации. Культура основанная на бережливых технологиях может развиваться только при следующих условиях. Это личная инициатива лидера позиционировать те ценности которые определяет все в общем коллективе. Это ориентация на развитие при принятии каждодневных решений вовлечение широкого круга сотрудников процесс лин-преобразования открытость в обсуждении всех имеющихся проблем в организации потока создания ценностей и создания системы непрерывного обучения и развития навыков совершенствования у коллектива. Существует два наиболее распространенные точки зрения по пути корпоративной культуры. Первая точка зрения является установка руководством относительно того как людям надо вести себя и как компания должна функционировать в целом. И вторая точка зрения то как осуществляется вся работа учреждения включая отношения между сотрудниками работу с клиентами и партнерами и отношения работников в своей компании. В соответствии с этими точками зрения мы решили узнать как наш коллектив относится к этим точкам зрения и какой точке зрения они больше всего склоняются. И мы провели своего рода опрос среди наших сотрудников. И вот что мы получили. Всего лишь 12,5% респондентов поддержали первое мнение. То есть они считают что корпоративная культура это лишь совокупность новым им правил деятельности сотрудников специально разработанное для данного учреждения. И большинство это 87,5% опрошены согласно с тем что корпоративная культура это совокупность традиций установок ценностей убеждений и отношений которые состоют всеобъемлющий контекст для всего того что мы делаем или о чем мы думаем когда выполняем работу в нашей организации. Что же в итоге подразумевается под корпоративной культурой именно в нашем учреждении? Стратегия формирования корпоративной культуры выстраиваем по двум планам внешним и внутренним. Внешний план это применение комплекса мер направленных на обеспечение конкурентоспособности образовательного учреждения то есть достижения социального статуса. И внутренний план это становление корпоративных педагогических ценностей высокой образовательной культуры норм педагогических отношений обеспечивающих благоприятный морально-психологический климат творческую атмосферу в среде педагогов что формирует достоинство личности профессиональную гордость и в конечном счете обеспечивает репутацию образовательного учреждения и коллектива. Одной из основных задач бережливых школ является улучшение качества образования и производительности и для реализации данных задач наше учреждение работает по нескольким направлениям. Первое направление это безусловно управление лидерством бережливым производстве. это личная инициатива руководителя. Так как необходимо знать все подводные камни при управлении командой и типичные ошибки управления и способы их устранения. Без лидера который бездумающего лидера то есть корпоративная культура она невозможна. В рамках педагогического совета все сотрудники нашего учреждения были ознакомлены с бережливыми технологиями с ее принципами инструментами основами бережливых технологий и в рамках уже методических объединений более детально были проработаны такие вопросы как визуальный менеджмент то есть он подразумевает отображение полезной информации система 5С которая сейчас очень популярна что такое доска подчета как составляется паспорт как можно выявить потери при использовании квартиры то есть эти вопросы мы более детально более узким думающим думающей группой прорабатывали чтобы потом в дальнейшем благополучно реализовывать линпроект следующее направление по которому мы работаем это развитие новых технологий мотивации труда персонала границы бережливого менеджмента модели стимулирования работников в системе бережливого производства основные требования к системе рациональной мотивации и стимулированной трудовой деятельности и технологии управления при помощи вознаграждения к сожалению сейчас это является один из учреждений насущных вопросов в рамках того что мы должны простимулировать именно материально коллег педагогов которые реализуют бережливые технологии и активно принимают в нем участие поэтому у нас мы включили реализацию бережливых технологий именно в оценочные листы педагогического состава и создали свою определенную систему поощрения педагогов были созданы была создана извините внутренняя система поощрения мы таким вроде как шуточным образом стали поощрять людей за номинации у нас были звезда бережливых технологий школа жизнь моя мастерство и вдохновение и каждый сотрудник после таких наград стремится к высокой результативности своей деятельности что способствует еще большему упрочнению имиджа школы третье направление по которому мы работаем это построение эффективных коммуникаций на основе укрепления элементов корпоративной культуры разработана модель эффективной коммуникации на основе укрепления соответствующих элементов корпоративной культуры который которые сами сотрудники выделили как необходимые, ценные и желаемые. Прежде всего, мы являемся общеобразовательным учреждением, и то, как мы выстраиваем отношения с самим собой, с коллегами, с администрацией, с учащимися их родители, а также по всему социальному окружению, зависит многое. Поэтому мы на наших неформальных встречах, это могут быть коуч-сессии, мини-лекции, групповые обсуждения, просмотры всевозможных видеороликов, практические упражнения, данную корпоративную культуру, отрабатываем с привлечением специалистов, которые работают в нашем учреждении. Конечно, большой пласт ложится на педагога-психолога. Самая основная цель общеобразовательной организации – это качество образования. Бережливая школа ценностью остается тоже качество образования, но уже с использованием и применением инструментов бережливых технологий. И одним из принципов бережливой технологии – это визуализация процесса. Поэтому нам приходится выставлять очень много материалов на стендах, выкладывание информации в социальных сетях. Поэтому одним из особо выделенных направлений – это корпоративная культура в соцсетях. Потому что мы столкнулись с тем, что иногда педагоги, проявляя свою собственную инициативу, через модератора выкладывается информация, которая зачастую несет не совсем корректные высказывания. Поэтому нам пришлось создать свою особую корпоративную культуру в работе именно в интернет-источниках, для того чтобы не портило авторитет учреждения. Четвертое направление, по которому мы работаем – это управление талантами, правила личной организованности и самодисциплины. Система обучения в условиях бережливого производства, создание условий для профессионального роста учителей, повышение квалификации приобрело в школе системный и целевой характер. Ежегодно все учителя школы проходят курсы повышения квалификации. Это позволяет осуществлять эффективную мотивацию членов педагогического коллектива всех субъектов образовательного процесса на позитивное отношение и участие в инициативных изменениях. Придерживаясь всех этих направлений, мы можем выделить самые сильные и слабые стороны нашего педагогического коллектива. И одним из сильных сторон для нашего коллектива стало то, что у нас 72% педагогов имеют высшее образование из всего коллектива. Педагоги в большинстве имеют первую и высшую категорию, и средний возраст члена коллектива – 40 лет. То есть большее количество коллектива находится в наиболее трудоспособном возрасте. Также при создании бережливой корпоративной культуры мы создаем условия для поддержания и повышения общего культурного уровня педагогов. Мы администрацией инициируем педагогов на участие в выездных семинарах, конференциях, сейчас онлайн семинарах, конференциях. То есть чтобы участие принимали не один-два педагога, а чтобы это была командная и коллективная работа. Также одним из методов поощрения по реализации, вот именно в рамках бережливой школы, мы запустили абонемент для педагогов, кинотеатр наш городской, кинотеатр «Эра», где мы всем коллективом можем сходить или индивидуально поощрить коллегу, чтобы было потраченное время на работу, чтобы с пользой можно было отдохнуть. Ну и, конечно же, мы участвуем во всевозможных форумах. Это город Кемерово, город Томск, участвуем в ежегодных выставках, инновационных проектах в образовании, публикуем свои заметки в журналах, в сборниках по конференциям. И все это приводит наш коллектив на достаточно слаженный в контенте учреждение, которое работает только на качество, ну и то, что было в коллективе достаточно комфортно. Всем известно, что сам феномен корпоративных отношений в российском образовании он появился сравнительно недавно. И становление корпорации идет определенными этапами. И особое влияние на нее оказывают деятельные, инициативные, харизматичные личности. Именно они проявляют необыкновенные организаторские способности, энергию, гибкость, которые позволяют им добиться в самых неблагоприятных экономических условиях великолепных результатов. А бережливые технологии позволяют их улучшить в разы. Спасибо. Ксения Константиновна, коллеги, какие есть вопросы или предложения, напишите, пожалуйста, в чате. Ждем ваши вопросы. Спасибо за интересную историю формирования вашей бережливой корпоративной культуры. А я с удовольствием передаю слово нашему следующему спикеру. Одну секундочку. Я передаю слово прошлицову Анжелике Валентиновне, директору металлоплощадской средней общеобразовательной школы. Анжелика Валентиновна, включите, пожалуйста, микрофон и попробуйте листать слайды. Есть такая возможность. Спасибо. Спасибо, Елена Николаевна. Да, пожалуйста. Слушаем вас. You are now muted. Так, ну, я соглашусь, наверное, с предыдущим оратором в том, что сформировать корпоративную культуру и добиться какого-либо успеха командного, это не так просто. И, естественно, вот эта культура формируется как раз на основе ценности и, конечно, какого-то опыта, пройденного командного пути. И мы пришли к выводу, ну, сначала я скажу о достижении, что 6 ноября 2020 году был подтвержден федеральный статус, качество образца бережливой образовательной организации при проведении партнерской проверки. Мы пришли к выводу, что такой результат стал возможен только благодаря слаженной работе команды. Мы пришли к выводу, что для успешной работы как раз по выполнению проектов и их внедрению необходимо внимание обратить на ряд факторов, на которые руководителю необходимо повлиять в процессе выполнения проектов и принятия решений по его внедрению, по их внедрению. Конечно же, существует такая условная пирамида бережливого мышления, которая основывается на идеях и ценностях, принципах производственной системы, цели полагания. Далее нужно уметь решать проблемы, которые мы обозначаем в ходе движения, используя методы инструмента бережливых технологий. Чтобы проиллюстрировать на практике, вот как раз сегодня я хочу поговорить о том, какие трудности и какие все-таки факторы успеха можно выделить для того, чтобы анализировать свою деятельность. И, конечно, хотелось бы привести практические ситуации, с которыми нам приходилось сталкиваться. Мы покажем вам сегодня типичные ошибки, которые были допущены нами и как мы из них выходили. Естественно, мы не претендуем на разработку какой-то особой методики, позволяющей добиться успешных результатов в любом проекте, мы поговорим о типичных ошибках, ловушках так называемых, которые встречались на нашем пути. Как говорится, кто не ошибается, тот и не развивается. Помним, что успех проектов зависит и лично от руководителя рабочей группы проекта, ну и вообще в целом от вклада каждого члена команды в дело выполнения проекта. Ловушки самые разные встречаются, и, естественно, их очень много. И существует такая вот тоже условная карта пространства бережливости. Надежда Станиславовна Давыдова как-то представила ее нам на очередном заседании. И, наверное, мы все-таки начнем с факторов успеха, и первым фактором будет являться четкое понимание цели проекта всеми его участниками. Какая нас здесь ждет ловушка? После завершения проекта мы не получили того, чего ожидали в начале. Что вас ждет при этом? То есть поставленные задачи, в общем-то, нами не решились. То есть достаточно часто в жизни, ну и в бизнесе, в каком-то деле людям свойственно приписывать продуктам и услугам, которые они хотят приобрести, свойства, которыми он и не обладает. И наоборот, некоторые продукты и услуги обладают такими свойствами, о которых потенциальные заказчики даже не догадываются, даже представления не имеют. Как правило, если проект не достигает цели, то начинается анализ причин недовольства руководителя результатами проекта. И оказывается, недовольство было вызвано не качеством, например, и скоростью работ, а тем, что на выходе руководитель не получил то, что ожидал. Чего же причина? Ответ, наверное, все-таки достаточно прост, когда мы анализировали это. То есть все произошло из-за того, что перед началом работ не были совмещены представления исполнителя и заказчика проекта, а тех результатов, которые получит заказчик до окончания проекта. Конечно же, возникает недовольство работы команды, внедренная технология, с которой, собственно, надо как-то дальше жить. И такой пример у нас произошел, такой ошибки с нашим проектом по табелям посещаемости, в котором вроде бы все так хорошо складывалось, и, в общем-то, компания Мерит нам очень помогли, мы вывели же на региональном уровне, они нам сделали поправочку, вкладку в школу 2.0, в АИСДОУ. И эта вкладка, то есть работала, то есть табель отчетности, очень хорошо работал для нас, но он не совпадал с формой бухгалтерской. А поскольку у нас централизованная бухгалтерия и табель у нас в единой форме, то приходилось его переделывать. Мы сократили время внутри, да, конечно, сократили, но на большой эффект проект не вышел. То есть что нужно делать с этим? Конечно, мы еще раз его проработали, этот проект. Мониторинг, мы мониторили пошаговое выполнение задач и смотрели, чего мы добивались, чему вы все-таки добились. Мы добились кое-каких результатов, но это не те результаты, которые мы хотели увидеть. Ну и каждый из участников должен знать свой вклад в достижение цели проекта. Исключить, ну, необходимо выполнение бесцельных проектов. Я не хочу сказать об этом проекте, но у нас были проекты, которые зависли, и они действительно оставались без цели. То есть мы вроде бы хотим это сделать, но у нас не получается, потому что цели так и не были сопоставлены. Поэтому всех сотрудников необходимо познакомить с теми целями, которые называются стратегическими, ну, это образ будущего и ценности, которые мы обозначаем, как обычно, ну и вдохновляющие цели на какой-то период времени. Это тактические задачи наши, и каждый должен посмотреть, какой вклад он может сделать в решении, в достижении каждой из этих целей. Естественно, создается проектное обеспечение цели на 21-й год, и здесь уже, ну, в данном случае на 21-й год, и здесь уже по проектному обеспечению мы видим, что обозначены руководители проекта, сроки выполнения проекта, ну, и конкретные проекты поиска ДЮСЕ. Ну, соответственно, у нас в офисе отслеживаются, мониторятся все процессы и проекты, которые у нас находятся в работе, и, собственно, доска из КДЦЕМ, она ведь не только для того, чтобы мониторить проекты, но и мониторить наши процессы все. Так, если мы говорим о втором факторе успеха, то это квалификация и потенциал персонала. Квалификация сотрудников, участвующих в проекте, бывает недостаточно, чтобы разработать эффективную технологию и в дальнейшем сопровождать ее внедрение. Что нас ждет в этом плане? Мы можем столкнуться с тем, что проект зависнет на определенное время для того, чтобы мы либо поменяли команду, членов команды, либо получили эти необходимые знания. Ну, естественно, будут руководители проектов и руководители учреждения будут сталкиваться с сопротивлениями. Это вполне естественно, и этот фактор нужно учитывать. Как на него повлиять? Предпроектная работа по определению списка участников проектной команды. Круг специалистов, которые вы знаете, и который ваш круг, да, их может быть недостаточно. И чем шире у нас, тем глубже задача, чем амбициознее цель этого проекта, тем может быть целесообразнее привлечение специалистов извне. Даже если это специалисты такой же квалификации, но сталкивающиеся с этим же проблемой. Ну и, естественно, это погружение участников проектов в философию бережливого мышления с той целью, что они обладали необходимым набором методик и инструментов для того, чтобы качественно проанализировать проблему. Но от того, насколько качественно мы ее проанализируем, настолько и решения будут, собственно говоря, более рациональными. Третьим фактором мы обозначили соответствие философии нашей организации бережливым мышлением потребителей проекта. Здесь мы говорим о том, для кого, ну то есть о заказчике, да, исполнителе, опять же. Мы всегда бережливым ориентируемся на заказчика. Будь внимателен к требованиям заказчика. Это золотое правило выполнения движения вообще по бережливому пути, выполнения любого проекта. Какая ловушка здесь может встретиться? Не секрет, что успешное выполнение проекта должно проходить на одном дыхании, когда есть взаимный интерес сторон. Члены команды и те, кто будет пользоваться результатами проекта, должны стать соратниками на период выполнения проекта. Ну, иногда и не только на этот период. Тогда любые сложности можно преодолеть. А соратниками люди становятся только при условии совпадения ценностей, взглядов, ну и прочее. Поэтому, если этого не происходит, такого симбиоза, да, тогда проект идет с трудом, он затягивается, и после его завершения внесенные изменения не приживаются, так как не соответствует ценностям потребителя. Например, если бы, ну, у нас этот проект оказался удачным, это улучшение работы младшего воспитателя, если бы мы не привлекли младших воспитателей к составлению вот этих рабочих стандартов, да, то, ну, то есть там очень много, у нас уже порядка 50 рабочих стандартов есть, у младших воспитателей, если бы они не принимали в этом проекте участие, то они бы ими не пользовались. И если человек новый приходит уже на готовые стандарты, мы предлагаем такому человеку внести улучшение, или предложение по улучшению в эти рабочие стандарты. Здесь, ну, каким образом учитывать этот фактор и влиять на него, вы видите на экране. То есть, что могли улучшить наши младшие воспитатели? Они добавляют буквально несколько пунктов в этот стандарт, они вкладывают свои мысли, свой труд, и понимают, для чего они это делают, и тогда стандарт вполне жизнеспособен. Ну, и, например, потребителями проектов очень много проектов, которые у нас востребованы родителями, да, и, естественно, мы, когда выполняли несколько проектов, которые были связаны именно с потребителями-родителями, мы обязательно вовлекали их в проект, они участвовали у нас в анкетировании, иногда открывается очень много, ну, то есть, таких рифов, да, подводных, о которых мы вообще даже не представляли, да, то есть иногда проблемы родителей от нас совершенно далеки от наших представлений о том, как может, допустим, развиваться ситуация в семье. Оказывается, мы, то есть для нас было открытием, когда мы работали над проектом «Здоровый ребенок», что наши дети, в общем-то, посмотрите, сколько детей ложится спать в 23.00, то есть несоблюдение режима элементарного, он же влияет на качество сна, он влияет на качество следующего дня ребенка, а мы об этом, ну, то есть этот фактор мы упустили, и когда мы вместе начали работать над этим проектом, родители привлечены, и тогда мы уже по-другому смотрим на эту проблему и, соответственно, принимаем какие-то другие решения, да, он может вообще в другую сторону проекта повернуться, что у нас было несколько раз, мы картировали ситуацию, несколько, я бы сказала, с десяток раз картировали, чтобы прийти к какому-то пониманию вообще ситуации. Ну и, соответственно, мы ищем здесь первопричину, здесь метод очень хорошо работает, и мы тогда очень, да, я хотела сказать еще о неожиданном эффекте. Когда мы пришли к выводу, что нам нужна карантинная комната, изолятор, который бы применялся тогда, когда ребенка оставляют на несколько часов родители для того, чтобы решить вопросы, рабочие вопросы, когда ребенок болеет. Так вот, у нас работал интересный такой фактор, когда родители, мы выяснили, оказывается, что родители не хотят оставлять ребенка в изоляторе, поскольку он находится там один, с ним одна медсестра находится, и сам факт того, что он будет изолирован, их очень удручает, и они тогда принимают другое правильное решение, мы это называем белые лебеди. Обычно, когда необычные, вернее, неожиданные ситуации случаются, неожиданные такие подвохи происходят во время выполнения проекта, мы называем их черными лебедями. А здесь вот белый лебедь у нас выплыл, потому что, собственно, родители начали решение правильное принимать, и уже в первый же час они идут на прием к педиатру. Не ждут ни двух, ни трех, ни пяти часов, и, соответственно, это исключает само лечение, что очень пагомно сказывается на здоровье детей. Следующий фактор – это наши материально-трудовые ресурсы. Если мы начинаем проект, который требует каких-то материальных ресурсов, ну, денежных, мы все с этим, коллеги, сталкиваемся, это ни для кого не секрет, свободное время, которым мы можем располагать, сотрудникам, которым мы можем располагать, которые он может потратить именно на выполнение этого проекта, значит, это значит, что, собственно, в 90% этот проект не пойдет, и мы его не закончим. То есть обязательно нужно правильно планировать задачи для сотрудников. Здесь уже, конечно, это дело руководителей, распределить эти задачи правильно. Мы часто прибегаем к такому принципу, кто везет, на то мы едем, да? Кто больше всего делает, тот и будет дальше больше всего делать. Однако надо руководителю подойти очень серьезно и скрупулезно к этому проблеме и подойти к проблеме каждого человека, время, ресурсы просчитать, и, естественно, задачи для выполнения каждого проекта так, чтобы эти задачи как-то совпадали с интересами в этом проекте этого человека. Ну и, соответственно, мы проводим тренинги, корпоративное обучение, ну и учим работать с инструментами, чтобы человеку было интересно выполнять этот проект. Ну и, соответственно, нельзя и не нужно откладывать выполнение проекта на завтра или на следующий раз, да? Ведь иногда, когда мы пишем проекты, когда мы планируем определенное количество проектов в год, иногда у нас получается, собственно, все годы, все эти третий год мы работаем в этом, и третий год у нас получается выполнять проекты, которые еще и вне плана у нас выходят, потому что обнажается какая-либо проблема. Ключевые фразы, которые мы кормим себя, да, по постоянным завтракам, подумаем завтра, приходите завтра, а завтра, собственно, не наступает никогда, потому что проектами и процессами нужно управлять здесь и сейчас. Это, в общем-то, такой очень популярный признак, принцип бережливости. Так, ну и пятый фактор – это соответствие выбранных решений, проблем, реально стоящие перед нами задачи. Если мы выясняем, что проблема лежит гораздо глубже, и для ее решения требуется другой способ, а это не редко встречается в проекте, то есть мы принимаем решения, мы составляем дорожную карту, составляем интересный план, реализуем его, идем все как нужно, а когда мы приходим к окончанию проекта, то проблема, оказывается, не решена. Она повторяется снова, ну а это значит, что проект совсем провалился. Во-первых, здесь на этот фактор как можно повлиять? Мы находим решение не на ежи, еж – это всего лишь эмоциональное пятно в проекте, а на саму проблему. Для этого нам нужно делать ярмарку ежей. Далее мы, возможно, должны глубже поискать причину, первопричину, коренную, от которой мы оттолкнемся для того, чтобы от реализации которой мы выполнили, мы закрыли какую-то проблему. Поскольку мы иногда путаем коренную причину с оперативной задачей. Вот сейчас мы чуть-чуть подробнее об этом. То есть не путать нужно оперативные мероприятия и мероприятия по искоренению проблемы. Ну и, соответственно, если мы принимаем какие-то решения или пишем в дорожной карте мероприятия, которые не влияют на цель проекта, то это тоже неправильно, и здесь она будет пустая, и напрасная трата времени получится. Для этого существует методика решения проблем, она называется «Восемь шагов». Мы уже когда-то о ней рассказывали, поэтому кому интересно, пишите, звоните, я поделюсь этой методикой. Есть ли, например, такой пример, то есть как различить оперативные мероприятия и мероприятия, направленные на устроение коренной причины? Я беру абсолютно простую ситуацию, чтобы не скучно было слушать. Существуют случаи, когда мы не можем ждать устранения коренной причины и необходимо оперативно вернуть процесс в рабочее состояние. К примеру, у нас поломался принтер. Произошло замятие бумаги, и мы выяснили, что цилиндр печати пошел в дальше установленной точке. Мы давайте будем почемучить. Почему ограничительный датчик не сработал? Мы можем поменять датчик. Вот стрелочка вниз, и это промежуточная причина. То есть мы увидели, что датчик у нас не сработал. Если мы заменим датчик, то откорректируем поломку, но ненадолго. То есть она снова нас вернет к первоначальному состоянию, вернет к обозначенной проблеме. Если же мы начнем дальше почемучить и искать глубинную причину этого, то мы выясним, например, что мы исследуем датчик. В датчик попали бумаги, остатки порошка. Выясним, почему это произошло. Да потому что форсунка расположена близко к датчику, к примеру. И для того, чтобы выполнить смену положения форсунки, это как раз будет мероприятие, которое устраняет коренную причину. Вот если мы это сделаем, то мы устраним причину. Если мы заменим датчик, то мы обойдемся оперативным мероприятием, в котором проблема все равно повторится. Но, собственно говоря, иногда и неплохо применить оперативные мероприятия, потому что у нас с вами процесс такой быстро меняющийся, и некогда особо иногда ждать. И мы можем, но никогда не нужно забывать, что коренную причину все-таки нужно устранять по-другому. И обязательно мы к ней вернемся. И, как правило, если мы в первые два дня это не выполним, то так мы и будем менять с вами датчики. Фактор шестой. Способность сотрудников объединяться в команду. Как раз в процессе проекта обнажаются и обостряются все негативные моменты взаимоотношений между сотрудниками. Безобидный, на первый взгляд, проект дает толчок в расколу внутри команды. Такое тоже бывает. Возникает у всех тогда, возникает даже у инициаторов проекта, возникает сопротивление. Ну и тогда руководитель команды говорит, мне легче сделать самому, чем объяснить и всех убедить. Что нас ждет в этом случае? В этом случае нас ждет, в худшем случае, как говорится, это можно обозначить одним словом, саботаж. Возможно, это будет проходить как-то завуалированно или интеллигентно, хотя и не всегда, но факт остается фактом, и все болезни внутри коллектива обнажатся. И внимание с проекта переключится на урегулирование каких-то вспыхивающих конфликтов интересов. Вот здесь что нужно понимать руководителю? Каким образом учитывать этот фактор? Перед выполнением проекта не переоценить собственных сотрудников с точки зрения их умения сплачивать в команду, то есть подбирать команду проекта. Когда она, как говорится, очень много сотрудников, тогда это легче сделать и понимать, какой сотрудник должен работать в какой команде и над каким проектом. Проанализировать, кто из них может быть лидером, какие есть проблемы с точки зрения внутриорганизационных взаимоотношений. Далее обязательно нужно провести ряд корпоративных тренингов и, естественно, замотивировать сотрудников на выполнение проекта. Способы мотивации бывают разные, это, конечно, отдельная тема. Естественно, нужно настроить команду на положительный результат, ну и, соответственно, использовать мотивационные приемы к дальнейшему развитию. Вот такие тренинги у нас проходят в учреждении. В декабре 2020 года мы создали фабрику офисных процессов, которая называется «Прием на работу», и у нас сотрудники проходят через эту фабрику, и не только сотрудники, мы привлекаем и внешних участников, члены администрации прошли фабрику, разработанную, кстати, совместно с администрацией нашей. Поэтому очень интересная игра и очень интересный стимул объединения людей в команду. Считаю, нужно выделить уровни понимания и погружения в бережливость. Сначала мы понимаем характер и важность проблемы, затем мы осознаем логичность проводимых изменений, то есть каждый сотрудник должен понимать, зачем. Подсознательный уровень, внутреннее согласие, провести изменения и убеждения, которые идут изнутри человека. Он хочет это сделать, он хочет вложить вклад в выполнение проекта и решение этой проблемы. Ну и очень действенным способом является планирование по методике Хасин-Канри. Это тоже, наверное, тема все-таки отдельная, где прослеживаются различные уровни связи, обозначаются стратегические цели, затем ставятся тактические задачи и уровни связи по мероприятиям выполненным и кто выполняет какой у нас проект. Ну, соответственно, прописать те, как говорится, результаты, на которые мы будем ориентироваться и каким результатом мы идем. И это так называемая программа развития, на одном листе. Очень интересная методика, кому интересно, тоже могу поделиться. Ну и задача, которая стоит перед нашим учреждением, став образцом федеральных образовательных организаций бережливых, мы продолжаем работу по реализации проекта согласно плану работы. Мы участвуем в реализации межуровневого кросс-функционального проекта создания сквозного потока формирования бережливой личности, в котором участвуют наш Кемеровский государственный университет, медицинский колледж, наш многопрофильный лицей и мы. Продолжаем работу в Клубе бережливых школ России. Здесь у нас планируется открытое заседание в конце марта, поэтому добро пожаловать. Изучаем и обладеваем техниками АТКАР, как управлять изменениями, интересная техника. Ну и оказываем помощь в поддержке учреждениям в подготовке к партнерской проверке. Качество образца. Есть три уровня этой проверки. Местный, региональный и федеральный. Поэтому с удовольствием можем помочь коллегам, кому будет это интересно. Да, адрес клуба у вас на сайте. Ну, наверное, Елена Вадимовна тоже перед вами не раз выступала. Она является председателем клуба, директор ГМЛИ. И вот наш сайт. Можно туда попасть и кое-какие материалы почерпнуть. Так, ну это сквозной поток, о котором я только что сказала. Так, ну и, наверное, скажу еще о тиражировании опыта. Мы тоже обязательно условиям прохождения партнерской проверки есть раздел такой тиражирования опыта. И этот опыт обязательно нужно применять. Обязательно нужно... Есть проекты, которые готовы к тиражированию, и не нужно их придумывать заново в учреждении. Это очень важно. Если вы зайдете на сайт металлоплощадской школы, вы найдете вклад «Побережливый детский сад», и там размещены проекты, которыми, в принципе, просто можно пользоваться. Не обязательно придумывать, изобретать велосипед. Есть такие процессы, многие процессы в наших учреждениях похожи. Поэтому не нужно придумывать, и можно просто пользоваться. Также, если вы идете по «Бережливому пути», обязательно нужно свой опыт, ну, так сказать, формировать копилочку. Мы создали практическое пособие, которое завоевало диплом первой степени на выставке «Экспо-Сибирь» в 2020 году. Мы завоевали золотую медаль со сборником проектов в прошлом году на конкурсе инноваций в образовании. Ну, и печатаемся в «Вестник образования» и журнал «Российское образование». Ну, это тоже такая вот, такой вот приятный, скажем так, раздел нашей деятельности. Спасибо за внимание. Готова ответить на вопросы. Спасибо большое, Анжелика Валентиновна. Как всегда, вы поделились очень ценной информацией с коллегами, очень много этой информации. Спасибо вам большое. Коллеги, какие вопросы, пожалуйста, пишите в чате. Ждем ваши вопросы. Если вопросов нет, я передаю слово нашему следующему спикеру. Анжелика Валентиновна, спасибо вам большое. Удачи вам в проектах. Огромное спасибо вам и вашему коллективу, что всегда открыты к сотрудничеству. Коллеги, ждем ваши вопросы. Да, Анжелика Валентиновна вас благодарят. Спасибо за ваш опыт. А я передаю слово Осиповой Татьяне Юрьевне, заведующей кафедрой психологического и социально-педагогического сопровождения общего и специального коррекционного образования Крипкой ПРО. И коллеги Татьяны Юрьевны с вами поделятся информацией, как вовлекать педагогических работников корпоративную культуру. Пожалуйста, Татьяна Юрьевна. Добрый день, коллеги. Я внимательно слушаю ваше выступление. Очень, очень интересный опыт. Очень глубоко продвинулись. Вот Анжелика Владимировна... Анжелика Валентиновна. Валентиновна, простите. Да, Анжелика Валентиновна, просто ас уже в этих вопросах. И я вижу, что ориентируемся мы на Росатом, да, как организацию, которая одна из первых стала внедрять бережливые технологии в нашей стране. И тоже некоторое нам направление деятельности, так сказать, сформировало, да. Нам остается их творчески использовать и применять. Ну, я с позиции психологической науки обращусь к этому вопросу, причем психологической в плане организационной психологии. Вообще, тема культуры, и я бы немножко поправила, организационной, потому что для точности, скажем так, корпоративная, это для корпораций, то есть больших организаций, которые имеют свою прибыль, которые самостоятельные, которые имеют персонал, там, в десятки тысяч человек, и в разных странах расположены их филиалы. Вот там корпоративная, нам ближе организационная, то есть данный термин выбирает и корпорацию, и все остальные организации, разные по своей масштабу и профилю деятельности. Поэтому, если вместо корпоративной буду говорить организационную, то пояснила, почему. Вопрос вовлечения человека в какую-то деятельность, там он тоже ключевой и базовый, так же, как и формирование культуры. И вы, как педагоги, прекрасно владеете этими технологиями, как вовлечь, допустим, обучающегося в дело, которым вы занимаетесь. Поэтому, соединяя два вопроса и культуры, и вовлечения, давайте рассмотрим, как к этому подходят на современном уровне и с точки зрения психологии, и с точки зрения организации. Перед вами общая схема. Что бы здесь можно было подчеркнуть? Первое. Как вы совершенно верно уже понимаете, прониклись этими мыслями, этими идеями, организационная культура – это, собственно, и есть сама организация. Вот, если брать такое определение, любая организация обладает своей спецификой, своими особенностями, своими целями. Хотя, вроде бы, образовательных организаций много, но, тем не менее, каждая из них своеобразна. И в широком понимании культура организации есть сама организация. Если из этого определения мы исходим, значит, мы также понимаем, что все в организации, начиная от места, где она расположена, ее территории, обустроено, не обустроено, как к ней подъехать, что на этой территории имеется. Далее проходим в здание, что в этом здании, какой дизайн помещений, как оборудовано три таких, три точки узловых, которые показывают культуру внутри для своих сотрудников, культуру для внешнего наблюдателя, и отношение к людям. Это столовая, это туалеты, и это кабинет руководителя. Вот по ним можно сразу некоторый такой срез сделать и посмотреть, что здесь за идеология. Или это не целостное видение, допустим, кабинет руководителя, он как бы титульный, он оборудован, он современного дизайна, а столовая, и не хочется даже туда заходить. Уже можно говорить о том, что декларируемая организационная культура на высоком уровне, а реальная отстаёт от декларируемой. И все аспекты организации, начиная ещё раз от внешнего её образа и заканчивая самой глубоким уровнем культуры, это идеология, это цели ценности, а ещё более глубокие, куда даже не вся психология проникает, только, может быть, психоанализ проникает, это такие базовые, глубинные представления человека о себе, о жизни, о мире, исходя из которых он строит своё поведение вовне и даже не всегда может нам и объяснить, какие именно идеи им владеют. Для того, чтобы вовлечь базовый уровень, вот этот глубинный уровень мы с вами задействовать не сможем, только можем давать себе отчёт в следующем, что насколько человек проникнется идеями, допустим, бережливых технологий или постоянного совершенствования деятельности, зависит от его представления о труде, о его месте в этом процессе, о том, что он хочет в результате, то есть труд, например, труд, организация, коллеги, это ценности, это то руководитель, то, на что мы ориентируемся, или это что-то второстепенное, а личные интересы, личная жизнь – это главное. Равнодушен он к развитию, саморазвитию, развитию той организации, в которой трудится, или для него это тоже важно, и он развивается, и развивает всех, кто вокруг его окружает. Профессионализм – значимое ли для этого человека слово вашего педагога или нет. То есть вот там глубоко-глубоко вот эти все ценности присутствуют у человека. И изменить у взрослого человека мы, естественно, полностью не сможем, как бы ни старались. У нас единственный выход, так же, как мы с обучающимися делаем, мы создаем такую атмосферу и такие условия, которые препятствуют его, скажем, проявлению негативных ценностей, не подходящих в этой организации, а хотя бы делает вид, что примыкает к нам, к нашей идеологии и психологии, хотя бы как социализируется, адаптируется в организации, хочет здесь работать, или ему этого там хочет, или просто должен, необходимо, соответственно, он хотя бы поверхностно, но этого придерживается. Это самые тяжелые варианты, когда руководители ставят цель, например, всех вовлечь в культуру непрерывного совершенствования, это цель утопическая с точки зрения психологии сразу. у вас безусловно будут ваши сторонники, актив, который нужно подбирать, поддерживать, постоянно вдохновлять. В этом активе лидер это самый ключевой элемент, потому что всегда смотрят так, то, что говорит руководитель, и что он делает. Вот он призывает, давайте совершенствоваться, так-так-так-так, а на деле в своих ежедневных поступках этого не придерживается. Что остается окружающим говорить, зачем, то есть я тоже буду декларировать, но практику не реализовывать. Вот так лидер, его он должен быть полностью тогда проникнут особенностями культуры своей. Об этом и говорят, что допустим основатели бизнеса, это те ключевые фигуры, которые сформировали культуру, что Disney компания, что любая там, возьмите любой Sony компания, любая компания, которую мы сейчас рассматриваем и говорим супер культура, сильная культура, мощная, поддерживается, уже основателей нет, а культура продолжает сохранять свои ценности, цели, символы именно благодаря вот этой ключевой фигуре. То есть первое, с кого спрос, это родитель, дальше его актив, дальше те, кто примыкает к активу, то есть не против этих ценностей, да, и это большинство, изменится идеология, большинство тоже перейдет в более, в этот новый вариант. С этой идеологией, значит с этой, то есть большинство в общем примыкает к какой-то какой-то группе актива. И наконец на периферии коллектива оказываются те, кто против, баба-яга против, да, но могут быть против пассивно, где-то ворчать, где-то высказывать свое недовольство, а могут и активно саботировать распоряжение руководителя, например, саботировать, да, находить какие-то там зацепки для того, чтобы повернуть все в негативном свете. Ну, это и есть то, о чем говорил предыдущий спикер, сопротивление персонала и с этим тоже есть отдельные приемы работы. Так вот, значит, мы с вами говорим о качестве персонала, на что опираемся, и видим вот эти слова идеология, психология, профессионализм, воспитание, совершенствование. И понимаем, что все стопроцентно никогда не будут, это вы из практики все знаете, но надо большинство удержать в своих ценностях, в своей атмосфере. А это ежедневный постоянный труд руководителя и актива. Немаловажное значение имеет то, что нас окружает. Вот вы показывали там доски, да, у вас, то есть какое-то оформление, не просто все на словах, а должно быть и зрительно, визуально представлено, какие-то символы постоянного совершенствования, какие-то лозунги, там, призывы, да, вся вот эта атмосфера, все, куда мы смотрим, мы понимаем, это на одну цель, это на одну культуру, а не в разнобой. Ну и качество процессов, которые, собственно, мы и стараемся с вами улучшить. Вот считается, что если мы поставим целью вовлечения не вовлечь всех, как я уже говорила, как утопическое, мы там уже смотрим, кто в какой степени вовлечен и что дальше с этим делать. А если мы поставим цель другую, улучшить наши процессы, сделать их более экономичными, да, более эффективными, то есть экономичными, при этом результативность выше, если мы говорим, что наша цель, мы можем этого добиться только вовлекая в постоянное совершенствование как можно большее количество участников и наших педагогов, вот тогда результат будет более, более, что ли, достижимым, да, и подходящим к нашим условиям. То есть именно что мы хотим улучшить, какое качество за счет этой культуры. Не вообще давайте, а вот что именно. И вот эта связка четкая должна быть для человека, для педагога, понимания. Мы это делаем для того, чтобы у тебя ежедневно в твоей работе изменялось вот это, да, и это изменение шли в лучшую сторону. Ну, например, сокращалась отчетность, да, сокращалась временно выполнение каких-то операций, но они становились более качественными и так далее. А дальше уже выходим на стимулы. То есть вот наша культура, наша идеология, польза такая-то, результат для тебя лично такой-то, для организации такой-то. Вот собственно задача лидера постоянно, каждодневно эти связи показывать, разъяснять. Исполнители, они не видят этих связей, это не их уровень, да, это уровень руководства. И каждый раз пояснять, вот твое поведение, твой поступок сейчас, все ценности нашей культуры перечеркнул. То есть ты сейчас выступил, как деструктивный, деструктивное поведение показал, и то, что мы нарабатывали, то есть прошу больше так не делать, да, а лучше изменить вот в этом направлении свое поведение, как вариант. Далее показаны на слайдах, вы их посмотрите, я более, ну подробно сильно не буду на этом останавливаться, я просто скажу как в лайф хаки, да, то, что я как вижу, как психолог в этих процессах, продолжаю, то есть я, собственно, это вам и говорю. Значит, мы обращаем внимание на то, что все в разной степени вовлечены. Актив, актив, в чем нуждается наш актив? Он нуждается в постоянной поддержке, в постоянном стимулировании, да, и в том, чтобы доверять им, доверия, какие-то элементы управленческие, какие-то какая-то большая свобода в принятии решений, именно за то, что они проявляют понимание ценностей, к которым вы призываете. Основная масса. Вот, когда к нам пришла вот информация и вот эта идея, что в каждой организации нужно сформировать свою культуру, выбрать свою идеологию, ценности, цели, учитывать вот эти базовые, скрытые идеи и потребности людей, тогда говорили, вот, а как проверить организационная культура, вошла в жизнь организации или нет? А очень просто, подходите к техничке, ну, то есть, низкостатусному члену организации и спрашиваете, а вот для чего вы, например, убираете сейчас кабинет? если она говорит, я, это моя работа, я должна, это один уровень, а если она говорит, это для того, чтобы было чисто, можно было легче дышать, и в итоге это наш имидж, это наш образ компании, это другой совсем уже уровень будет восприятия и понимание каждым человеком своего места в этом общем процессе. ещё раз это доносит руководитель. Ну, приёмы донесения это, безусловно, чаще встречаться, кроме коммуникации у нас особо нет, никаких других технологий, коммуникации самых разных видов, только не переусердствовать, то есть, бесконечные совещания, длительные, с постоянным чтением морали и разговорами о том, что, куда и как идём, надо заменить короткими встречами, что называется, на ногах, обмен какими-то текущими вопросами и достаточно. И главное, что посмотрели, поприветствовали, поддержали друг друга, поняли, идём в одном направлении и продолжаем работать. Осознание принятия личной ответственности за как раз результат совершенствования, за формирование и поддержание развития нашей культуры, это тоже очень сложный вопрос. Личная ответственность вообще сложный вопрос. Мы в большинстве своём стараемся избежать ответственности, переложить ответственность, потому что это тяжкий груз. Если у вас есть человек, который готов принимать, это просто, или несколько человек, это просто замечательно, это те, на кого вы можете опираться. Для всех остальных идёт, постоянный тренинг, не мне надо, не руководителю, а ты для тебя в твоей сфере, в твоей ответственности, это вот так. И пожалуйста, продумай, как тебе действовать, чтобы твой труд вошёл и твои результаты в общие, и мы получили, и все вместе мы отвечаем за этот продукт. Видите, как есть культуры даже других стран, мы обычно Японию в пример приводим, у которых в принципе это менталитет народный. Группа, коллектив, выпасть из коллектива, это означает тоже, что из семьи выпасть. У нас немного другая ситуация. У нас с одной стороны и есть это коллектив, группа, и быть в обществе, в общине нашей, раньше крестьянской, в принципе, общине. Но у нас есть и другая идея, это идея отдельной личности, её самореализации вне какой-то группы. Вы выбираете, смотрите, что вам нужно в вашей культуре, всё-таки больше на личность или больше на группу. И соответственно поддерживаете тогда эту ответственность за общий или единичный результат. В таких вопросах, как организационная культура, это безусловно общая работа. На что ориентируем педагогов? На то, чтобы искать оптимальные способы. Вот вы говорите, вы перегружены, вы устали. Это действительно так, никто это не отрицает. Давайте поищем какие-то способы, приёмы мы знаем, у нас хронометраж рабочего времени. Как можно эту же операцию выполнить, но более эффективно, оптимально? Вот интерес собственно человека. Воспитательный эффект. О воспитательном эффекте в организациях давно уже не говорят, но на самом деле мы всегда друг для друга воспитатели, друг для друга учителя, неважно в каком возрасте, в каком статусе находимся, было бы желание учиться. И понимая, что именно наши педагоги всё это реализуют, мы неустанно привносим ценности и цели в их деятельность, поясняем, объясняем, воспитываем, создаём эту атмосферу. Ещё раз, когда человек в коллективе, его отдельное «я» условно скажем, растворяется в общей группе, и ему уже сложнее свои собственные ценности там транслировать, ему легче придерживаться ценностей своей референтной группы. Также обратите внимание, что в организационных культурах всегда есть антикультура, элементы антикультуры, они привносятся чаще извне, поработал человек в другой организации, пришёл к вам и говорит, у нас там вот так, и нас это не напрягали, и вот это нам не надо было, и так далее. Вот уже пошёл деструктивный элемент. Вокруг него объединятся те, кто поддержит эти идеи, и получается, что в целом вроде культура, а в ней деструктивные элементы, группы, которые могут, если особенно ещё к ним привыкнёт, руководство поддержит эти идеи, вообще в принципе погубить взращенную культуру совершенствования, например. Такой вариант развития событий тоже никто не отрицает. Одним из ключевых элементов любой культуры является этика, то есть правила поведения, ценности. они тоже желательно, чтобы были сформулированы, чтобы начиная свою деятельность, элементарно любое совещание, педсовет, какое-то собрание, группы, вы, исходя из них, и строили свою работу. Коллеги, вот это, это, это главное, вот, соответственно, так, 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 идём, какие у вас предложения, или сразу, какие у вас предложения, вы знаете, ориентируясь на наш кодекс поведения, на наше представление о профессионализме и образе нашей организации. Обратите внимание на то, что культуру невозможно построить любую, да, без понимания того, чем ты занимаешься. И Харитон, это известный учёный, физик-ядерщик, один из создателей атомной бомбы в Советском Союзе, как раз, посмотрите, как сформулировал, да, чтобы быть успешным в какой-то деятельности, надо знать в 10 раз больше, чем просто для её выполнения. Это нас приводит к ключевой идее, для любой, для формирования любой культуры поддержания, изменения, это постоянное обучение самообучение персонала, развитие, невозможно остановиться в этом процессе, если остановка, это одновременно означает движение назад, то есть даже остановка это движение назад. Вот мы ближе ещё подбираемся к вовлечению и видим ключевые слова доверия, честность, обязательства, общение, с точки зрения психологии здесь мы вообще организация с точки зрения организационной психологии это договор, это договор между людьми, теми, кто представляет руководство и теми, кто представляет исполнение. Мы договариваемся, что мы делаем вместе, что на что мы обмениваем свой труд, на что, на какие стимулы, по каким правилам мы функционируем с вами, к какому результату мы придём, и в этих отношениях доверие, честность и обязательства. То есть, если педагогика чистой воды теперь уже пошла, если сказал слово, значит, придерживаешься, если знаешь, что не можешь выполнить этого, лучше промолчи и не говори. Доверие, честность зарабатываются долго, теряются буквально за один раз. вернёмся немножечко к категориям педагогов. Мы говорили с вами актив, всегда поддерживают вас, но только тоже, пожалуйста, будьте внимательны. Иногда люди настолько социализированы и адаптированы, что поддерживают на словах, а на деле нет. Из своего небольшого опыта я обычно стараюсь посмотреть на людей, то есть те, кто говорит да-да и всё замечательно и мы вперёд с вами и за вами, я как бы так настороженно отношусь, покажи в деле. Вот слова одно, а в действиях оно и видно. Или человек старается для общей цели, может он это даже и не произносить, или этого нет, а есть одни декларации. Ну вот активно включённые, отключённые ещё их как вариант применять просто перевод с английского языка. Это мы говорили с вами сейчас о том, что есть активные, привязанные к организации, от них идёт позитив. Даже сталкиваясь с конфликтом, они его поворачивают в ту сторону, как лучше решить проблему, а не как какие-то свои цели преследовать. невовлечённые, то самое большинство, которое надо постоянно, постоянно, ежедневно удерживать в рамках своей культуры и создаваем и визуальные образы, и внешние условия, и стимулы, и постоянные коммуникации, и объяснения. Да, человек не обязан быть бесконечно вовлечённым в организационные интересы, таких людей изначально единицы, но и не дать этому большинству переметнуться в антикультуру, в активных противников нашей культуры тоже мы с вами не можем. Вот, активно отключённые, те самые деструкторы, которые провоцируют других, которые где-то противодействуют, и когда вы видите, что вроде никто не против, а дело не продвигается, обратите внимание, скорее всего, есть группа деструкторов, которые как раз тормозят. Мы с вами говорили о том, что это сопротивление, может быть пассивное, может быть активное, но в любом случае сопротивление вашим воздействиям и формированию культуры. Что с этим делать? Активно сопротивляющихся есть несколько вариантов. Мы бьёмся, что называется, за человека до конца, тем более, что в образовательных организациях нехватка кадров, и просто так от педагога мы отказаться не можем. Что мы можем сделать? Вовлечь его в процесс изменений, в тот самый актив, в процесс принятия решений об изменениях, когда человек сам это делает, он наконец понимает, для чего это нужно, и не встает в оппозицию, как вариант. Второй вариант это обучение, третий вариант, все варианты совмещаются, это стимулирование и поддержка, четвёртый вариант это воспитание, то есть к нему особое внимание и беседы с ним, и мы стремимся понять, из чего исходит человек, а что он собственно хочет, что его заставляет так себя вести, ему тоже хотелось бы быть в ряду передовых, или это в принципе против всех, всегда, во всём и по любому поводу. Ну и как вариант это расставаться с таким сотрудником, если вы все ресурсы исчерпали и видите, что его усилия и влияние на коллектив, раз, как бы сказать, коллектив это разделяют, одни в вашу сторону, другие в эту сторону, то здесь надо крепко подумать, стоит ли в такой борьбе продолжать существовать. Про алгоритм. Ну вот по типу коллектива и по тому, как они относятся к лидеру, активу, или являются большинством, или являются деструктивным меньшинством, мы с вами поговорили. Что ещё можно по алгоритму добавить? Всегда руководитель, его имидж, его поведение, всегда объяснение, вовлечение педагогов и любых других людей в какую-то деятельность, зачем ему это нужно? Ну вот тут тоже такой тонкий психологический момент, понимаете, мы исходим из своего представления, что человек хочет, не зная на самом деле, так это или нет. Ну нам кажется, что вот если мы активны, нам кажется, что все хотят хорошего результата, все хотят, ну а как это можно не хотеть? Это же для всех, и ты прославишься, твоя организация будет, так сказать, в передовых, но отнюдь нет. Из бесед, из наблюдения можно, даже когда вы принимаете на работу, можно приблизительно понять, на что сориентирован человек. Если он постоянно о деньгах, что тут говорить, если он о деле заботится, у него это будет и в словах, и в действиях, что да, на благо, на общую цель. Если его больше интересуют собственные продвижения, какие-то амбиции, и они вполне укладываются в русло культуры совершенствования, то и пожалуйста, если заслужил, то и предоставляем. То есть каждому человеку нужно что-то своё и лучше идти, конечно, от него, от его интересов. Про роль лидера мы говорили, и самый такой зажигательный момент, когда лидер сам живёт этими ценностями. Я тоже понимаю, что не каждый руководитель только к этому и стремится, но тогда мы так и говорим, что всё-таки для того, чтобы построить и я, и вы, и мы для нас это должно быть и является важной ценностью потому-то, потому-то и потому-то. Но мы также понимаем, что у нас есть и другие ценности. Тот самый актив лидера первой линии коммуникации. Про коммуникации можно говорить очень долго. От того, как мы общаемся между собой, того и доверие, честность и общность и зависит в конечном итоге. Некоторые правила нам напоминают по общению. Всегда говорите, что вы хотите, чтобы человек не интерпретировал по-своему почему, что и почему делается, для чего делается. Ну и чрезмерно не переусердствуйте, чтобы не сложилось впечатление, что только одни декларации, а никаких дел нет. Вот обратите внимание, прочтите вот эту фразу. Это переиначенная фраза, если относитесь к людям так, как хотели бы, чтобы они относились к вам. А вот здесь немножко акценты смещены. Относитесь к людям так, как они хотят. Мы говорили, какие у них потребности, цели, ценности, на что они сориентированы. И таким образом, как они себя ведут, так вы к ним и относитесь. А дальше, чтобы они относились к вам. Чтобы они к вам относились с уважением, относитесь к ним так, как они этого хотят и как они себя демонстрируют в этой культуре. Культура мотивационная. Любое, какое вы направление выбрали, в данном случае совершенствование, это надолго, на длительный срок, и все вместе друг друга поддерживают. например, как поддерживают. Если связать коммуникации с мотивацией, есть такие приемы. Сторитейлинг, скажем, это рассказ историй. Если организация давно существует, в ней есть разные истории, мифы, легенды, герои, антигерои, о которых обычно сообщают новичкам, ну и друг другу тоже. Допустим, вот такая ситуация была, так себя повели, руководитель оценив это, скажем, положительно, исходя из ценностей культуры, или негативно. Неважно, было это на самом деле или нет, или это было частично, но такие истории, они быстрее помогают другим, новым членам коллектива, или даже тем, кто уже работает, вникать в сущность вашей идеологии. Так быстрее, то есть через какой-то пример, через какую-то ситуацию, как ее рассмотрели и как на нее отреагировали. Очень важна обратная связь, иначе мы не поймем, что все-таки думают о нашей культуре и где происходит сбой. Вы знаете, вот это постоянное совершенствование, еще раз, да, известно из примеров японских компаний, известно и советских времен, когда каждый на рабочем месте призывали усовершенствовать свои или орудия труда, или процессы трудовые, сделать их более экономичными, за это было поощрение, за изобретательство и рационализацию значительное. В любом случае, что думают люди, обязательно нужно знать, чтобы держать руку на пульсе. А уж какими приемами вы это будете делать? Одна есть тонкость, руководителям не сообщают всю правду, это вы тоже должны хорошо понимать, руководителям чаще всего сообщают то, что они хотят слышать, но если руководитель личностнозрелый показал, что он может принять и критику, и что он на сообщение исполнителя, что тут что-то не выполнил, не смог, не получилось, реагирует адекватно, связь будет с ним. То есть мы понимаем, что сказав о проблемах, руководители не обрушатся на нас, они сделают нас же виновным в этом, будут искать какие-то варианты решения. Вот такой лучшая обратная связь. А если во всем всегда виноват подчиненный, в данном случае еще раз будут сообщать все хорошо, прекрасная маркиза, а мы так и не узнаем, что на самом деле происходит. Ну и куда же мы без стимулирования? Материальные это, как сказать, вам нужно посмотреть и подумать, а моральные никогда не исчерпаемы, и безусловно педагоги, которые и есть люди, стремящиеся к совершенствованию, они же такую еще профессию выбирали, не все, не всегда, человек тоже иногда устает, но тем не менее все-таки ориентированные на положительное, на социально одобряемое поведение, моральные стимулы, поддержка. Можно, вот культура еще раз, это вся организация, это все целостно. вот как вы рассказывали, какие-то звания, да, бережливые, так, допустим, наилучший совершенствователь процесса, это же тоже, сказать, в общую вашу культуру, в общую вашу атмосферу вносит свой вклад, то есть даже названия там номинаций, каких-то конкурсов, все они должны быть связаны с вашими ценностями и целями. Прогресс. Вот здесь очень важный момент. Можно стараться, но никто этого не заметил. И часть людей стараясь, ну, сделали на копейку, а на 100 рублей просят оценить, да, а часть людей сделали на 100 рублей и скромно молчат. Нужно все-таки быть внимательным и отмечать любой положительный сдвиг. Ну, так же, как с детьми, малейший. Вот я наблюдаю за педагогами, что хочу сказать. Нам очень хочется, потому что я тоже педагог, хочется сразу большого результата, значимого, тогда мы похвалим, тогда мы понимаем, он все ощутим, ну, буквально победить на Олимпийских играх. Но так не бывает. Надо видеть маленькие шаги. Если мы хотим поведения, повернуть нужное нам русло, мы всегда замечаем, что именно туда оно направляется, и это поддерживаем. Ну, и правильное поведение особенностей культуры пропагандируем, это еще раз, да, мы рассказываем, в том числе и о неудачах, и о своих неудачах, разбираем их, как можно сделать лучше, и почему с позиции культуры именно такой путь наиболее эффективным получается. Ну, и завершаем свое выступление. Как бы, я понимаю, что вы во многом это все произносили, просто еще раз, еще раз ключевые моменты. лидер, лидер, поощряем успехи, понимаем, кто чем дышит, и чем его заинтересовать, и в общее наше дело ввести, да, хорошо понимаем, какие у нас ценности, и постоянно об этом говорим, именно из них принимаем решения, именно из них стимулируем, именно из них обучаем, и так далее, и так далее. Все процессы подстраиваем под выбранные ценности и цели. Когда человек понимает, для чего, зачем, почему он это делает, у него сопротивления не возникает, причем еще его спросили, согласен он или нет. Во всех остальных случаях могут быть сомнения, возражения, вы тоже их принимаете, работаете с ними, разъясняете, ну вот таким образом и движемся постепенно, поэтапно, но к нашей цели. Большое спасибо. Спасибо, Татьяна Юрьевна, в ваш адрес слова благодарности в чате, спасибо за четкость, ясность, уважаемые руководители и педагоги, спасибо вам за обратную связь, опять же, Татьяна Юрьевна, в ваш адрес, спасибо за подробный разбор проблем и варианты их решений. Так, коллеги, спасибо вам большое. Дорогие друзья, хочется сказать, напишите, пожалуйста, в чате, вот с учетом той информации, которую вы получили сегодня, сегодня мы с вами говорили про формирование корпоративной культуры непрерывного совершенствования деятельности в образовательной организации, вот сейчас в качестве рефлексии предлагаю вам напечатать в чате, на ваш взгляд, какой должен быть идеальный сотрудник, который будет вовлечен в корпоративную культуру, каким он должен быть, какие у него должны быть характеристики, чем он должен обладать, напишите, пожалуйста, в чате несколько слов, а я пока перейду к завершающей презентации. Жду ваши ответы. Спасибо, коллеги, за обратную связь. У вас будет возможность завтра на главной странице института в итогах посмотреть релиз об итогах и скачать все презентации, все материалы, которые нам предоставили спикеры. Еще раз благодарю наших спикеров за полезную и очень интересную информацию. Надеюсь, у участников вебинара будет возможность воплотить некоторые идеи, тиражировать у себя. и жду ваши ответы, каким же должен быть идеальный сотрудник вашей корпоративной культуры. Сегодня мы с вами определили условия формирования и развития корпоративной культуры. Коллеги поделились, как при переходе на бережливое производство нам регулировать корпоративную культуру, ее формировать и развиваться. Вижу ваши ответы. Спасибо. Иван. Позитивный, активный, инициативный, отзывчивый, доброжелательный, креативный и воспитанный. Прекрасный набор характеристик, качеств. Дальше надежда, любознательный, активный, доброжелательный. Отлично. Спасибо. Людмила. Активный, трудолюбивый, честный. Замечательно. Надеюсь, вы пишете спасибо, Анжелика Валентиновна. Идеально быть не должно, иначе скучно будет работать. Спасибо. Действительно, у нас с вами в коллективе все являются индивидуальными личностями, у каждой есть свои способности, свой опыт, компетенции. Спасибо, коллеги, жду обратную связь. И в качестве напоминания на слайде вы видите, что у нас есть методические рекомендации по внедрению бережливых технологий в образовательные организации. Эти методические материалы, в том числе и шаблоны по составлению паспорта и созданию презентации по итогам проекта вы можете найти на странице Центра бережливых технологий в образовании. Вижу также ваши ответы. Алена, лучшие сотрудники это наши педагоги, я их всех ценю. Спасибо вам за положительный отзыв. Надежда, но стремиться к идеалу нужно. Спасибо, ставите амбициозные цели. Да, всем бы хотелось, чтобы в бережливых проектах участвовали именно такие сотрудники, о которых вы пишете. Ольга, организованный, надежный и индивидуальный. Хорошо. Коллеги, также дополнительная для вас информация на Единым информационно-образовательном портале. Вы видите ссылку на портал. вы можете там посмотреть стандарты в области сертификации бережливого производства, список рекомендуемой литературы и полезные ссылки на сайты сообществ бережливых колледжей, бережливых вузов, клуба, о котором сегодня говорила Анжелика Валентиновна, федерального клуба, руководители бережливых школ и детских садов. У вас также есть коллеги возможность в ближайшие два дня направить свою статью с описанием опыта или инструментов перед вами рубрики. Кроме того, у вас на слайде представлена информация по QR-коду можно пройти или по гиперссылке как же написать статью. Надеюсь, вам это будет полезной информацией. и напоминаю о том, что коллеги, для того, чтобы ваш труд в рамках бережливого проекта был оценен, чтобы вы смогли поделиться своим опытом, у нас с вами запускаются и региональные и региональные конкурсы, и региональные этапы всероссийских конкурсов. Следите, пожалуйста, за анонсами в социальных сетях института. Приглашаю вас участвовать. Кроме того, напомню, у нас среди ближайших мероприятий, это 25 марта в рамках Кузбасского образовательного форума пройдет вебинар. Приглашаю вас принимать участие в качестве спикеров и участников. Думаю, будет также интересно. Кроме того, у нас в апреле запланированы мероприятия, которые вы видите на слайдах, в рамках которых можно как раз обсудить, показать и обсудить проекты для тиражирования, может быть, без открытия проектов в ваших образовательных организациях, а взять и внедрить, взять опыт коллег, которые наработали уже опыт оптимизации совершенствования процессов, и они готовы с вами поделиться. Поделитесь и вы в рамках мероприятия своим опытом, поделитесь эффективными практиками улучшения процесса. Также вижу комментарии, идеальных нет, поэтому руководителю предстоит большая работа по мотивации разных сотрудников на коллективную эффективную работу. Спасибо за такой призыв. И, коллеги, я вас приглашаю в сообщество клуба «Бережливое образование Кузбасса», в региональный клуб, в рамках которых как раз и ваши активные сотрудники могли бы поделиться своими идеями, могли бы представить проекты, которые вы реализуете, и совместно мы могли бы координировать деятельность образовательных организаций вашей территории по определению процесса для реализации «Бережливого проекта», для того, чтобы организовать и обучающие мероприятия и также делиться опытом реализации проектов с целью тиражирования не только вашей территории, но и на региональном уровне. Подать заявку можно также перейти по ссылке в презентации. Материалы будут на сайте. Коллеги, какие у вас остались вопросы, можете написать в чате, либо написать по электронной почте или позвонить, какие интересуют вас вопросы. Я благодарю вас за участие, напоминаю, что спасибо, Наталья, спасибо очень все подробно, понятно и интересно, спасибо коллеги, приглашаю к сотрудничеству, и напоминаю, что по итогам вебинара на сайте дистанционного обучения размещена форма вопросов, при заполнении этой формы, если вы верно ответите на все вопросы, вы получаете сертификат участника, который можно скачать по итогам учебного года или в ближайшее время в АИС, сотрудники, у которых есть доступ в АИС, могут для вас это сделать. Спасибо всем участникам, спасибо еще раз спикерам за очень насыщенную презентацию, за то, что они с нами поделились своим опытом, уникальным опытом внедрения бережливых технологий и формирования культуры непрерывного совершенствования деятельности в образовательной организации. Спасибо вам, коллеги, за положительные эмоции, также благодарю вас, очень рада встрече, и до следующего эфира. Приглашаю вас принимать участие и пишите, звоните, какие у вас есть вопросы, обсудим. Всего доброго, будьте бережливее, до свидания.